Если не брать во внимание трагическую историю матери Рене Магрита, с которой часто связывают покровы на лицах героев картины «Влюбленные», существует еще одна версия о причинах, по которым художник так любил изображать обезличенных людей. Дело в том, что Магрит был страстным поклонником кинематографа, в частности, фильмов о Фантомасе 1913-1914 годов, снятых Луи Феяда. По мнению некоторых искусствоведов, это увлечение во многом повлияло на творчество художника и пробудило в нем любовь к играм в прятки. Существует несколько трактовок полотна «Влюбленные», причем две из них являются полностью противоположными друг другу. Согласно первой, Магрит изобразил на картине олицетворение расхожей фразы «Любовь слепа». Причем слепота это в данном случае абсолютно. Герои картины являются загадкой и для окружающих, и друг для друга. К тому же они так поглощены страстью, что не видят и не слышат ничего вокруг. Что касается второй, более оптимистичной трактовки, мужчина и женщина на полотне сумели постичь любовь такой силы, что способны ощутить настоящую близость, несмотря на любые покровы тайн и разделяющие их преграды. Что касается второй, более оптимистической трактовки, мужчина и женщина на полотне сумели постичь любовь такой силы, что способны ощутить настоящую близость, несмотря на любые покровы тайн и разделяющие их преграды. Вторая версия картины, появившаяся в том же 1928 году, написана совсем с другим настроением. Если первое полотно вызывает какое-то безотчетное содрогание, непостижимое ощущение безысходности и даже страх, то вторая картина, изображающая тех же возлюбленных, наполнена скорее умиротворением и покоем. Магрит переносит своих героев из замкнутого пространства комнаты и их собственного закрытого мирка полный красок огромный мир, который символизирует пейзаж за их спинами. Лица мужчины и женщины по-прежнему закрыты тканью, но обращены к зрителю, а их позы стали более спокойными и расслабленными, и кажется, будто через тонкие покровы можно разглядеть их улыбки. Не ищите правильного ответа, его нет. Так говорил в своих работах Рене Магрит. Его картина «Влюбленные» считается одной из самых загадочных и неоднозначных. Она слишком глубока для высказывания «любовь слепа» или же афоризма «потерять голову от любви», чтобы Магрит тратил на это свое время. Герои картины также не знакомы с изменами и предательствами, о наличии которых можно предположить, исходя из композиции произведения. В центре картины два человека. На голову мужчины и женщины накинуты белые простыни так, что они не видят лиц друг друга. И тем не менее, их губы соприкасаются в поцелуи. Когда человек влюбляется, его мир начинает приобретать совсем иные краски. Этот момент перерождения изображен на полотне. Момент, когда люди еще не могут видеть, к чему эта любовь их приведет и куда они смогут двигаться дальше. Что ожидает их после? Есть версии и о том, что мужчина и женщина на картине вовсе не любят друг друга. Некоторые искусствоведы считают, что это лишь иллюзия влюбленности, созданная страстью, которая лишила зрения обоих ее жертв. Однако, данная версия не популярна у критиков и любителей жирной силы. Более распространенной является версия о том, что у многочисленных изображений женщины белой пеленой на голове есть свой собственный прототип. Когда Магриту было 14 лет, мать будущего художника, обмотав вокруг головы ночную сорочку, которую была одета, спрыгнула в реку. Вполне вероятно, что на полотне Магрит воплотил прообраз матери. Так он хотел выразить свою любовь и безграничную тоску по ней. И хотя художник всю жизнь отрицал то, что трагедия как-то повлияла на его жизнь и творчество, данную фигуру можно увидеть на многих полотнах автора. Творчество говорит само за всегда, и случай или иное не исключение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok